Друзья, привет! Хочу поделиться сегодня с вами последними новостями своего майнинга на ноутбуках. Как упал биткоин и как не упала доходность. И расскажу. Вот новый ноутбук прикупил, который называется HP. Так, где вот этот чек вам хотел показать? А, во! Кто-то что-то не показывал в чеке, сейчас хочу показать. Так, я его купил бушным. Так, давайте сейчас его поставлю. На стол, а камера на статив и начнём разговоры наши. Так, вроде видно. Итак, ноутбук, который называется HP. Павильон, гейминг. Модель вот такая 16, EFIS-A, 2.0, 2.5, UR. По характеристикам, значит, у него i5 и проц. Так, что-то видно? Ничего не видно. Сейчас. Так, сейчас приближу. Ну, чтобы всё было видно и понятно. А как тут сделать? Как обычно, качество видео у меня хромает в плане монтажа и всего остального. Ну, вроде видно. i5-й процессор 10300H, 16 гигов оперативки, видеокарта 1660Ti, версия MaxCore. Ну, то есть, урезанная ноутбучная. Вообще, бытует такое мнение, что надо брать MaxP для ноутбуков. Ребят, результат идентичный для наших целей, получается. 1660Ti, значит, у него получается при небольшом разгоне и курве. Курве это, то есть, настройка андровольтинга. Так, видно? 20. Ага, видно. 28,5, 28, 27,5. Ну, короче, 28 МГХ. Вот. При температурах, не знаю, видно, да? 62 градуса. Сейчас у нас жара. Жара 30-31 градус. Солнце постоянно светит, но я кондиционер иногда включаю. Так. С этим разобрались, да? По поводу цен. Человек, который его покупал первым, он его брал в конце февраля. Так, где тут? А, вот. 22 февраля за 77 тысяч с какой-то там скидкой. Мне он продал за 57. Я считаю, что для этого ноутбука это отличная цена, которая... Так, которая... Ну, то есть цена, характеристики, я считаю, это идеальное соотношение. Мне вообще нравится дизайн. Вырезы под матрицу. Зеленая подсветка. Отличный звук. Бенков волоса. Но самое главное, он работает стабильно. При разгоне плюс 900 по памяти. Вот. Я получаю 0 режектов, температуру в пределах нормы 62 градуса. И отличные цифры. Вот. Теперь поговорим по поводу... Где у меня второй телефон? Сейчас, секунду. Так. Теперь поговорим про падение биткоина. Ведь все наши начисления, которые манятся, они в биткоинах. И чем плохо его падение? Всем. Собственно, всем у нас получается меньше денег. То есть мы можем майнить-майнить. А если он падает? А он падает. Вот. Обратите внимание. Уже 38-39. Ну, 39, да. Было 38, доходило. Это плохо. Мы, грубо говоря, теряем свои деньги. Вот. Но, ребят, я считаю, что не нужно отчаиваться. Даже эти цифры... Вот, заметьте, это эфир был 4 тысячи, сейчас он 2 700. Так вот, даже эти цифры биткоина 38, и даже будет 30, скорее всего. А может и не будет, кто же знает. Я не аналитик. Это все равно актуально майнить. Потому что вот такие-то там цифры рисует. Также майню на криптексе. Все. Хочу выпустить видео сравнения на исхэше криптекса на протяжении недели. Но ленюсь, честно скажу. Я ленюсь вот и на криптексе сижу. Ссылки также я оставлю. Что еще? Давайте я вам еще ноутбук, может, покажу как-то. Вот такой вот ноутбук. Ну, на самом деле, ничего такого. Выглядел бы он как обычно офисно, если бы не было таких вырезов и подсветки. Но, тем не менее, видеокарта. Это неплохое охлаждение, согласитесь, да? 60 градусов. И он имеет право на жизнь и на майнинг, самое главное. Так, давайте еще вам покажу, как у меня тут дела с остальными. То есть я никакие буки не продаю. Вот. Вот этот. На Родионе RX 5000. Так, что у нас тут? Сейчас, подождите-ка. Что у нас тут показывает? 35 мегахэш. Вот такие доходы. Вот такие он показывает. Я настроил уже, наконец-таки, нормально. И вот, смотрите, из 458 шар только действие reject. Это сколько-то у нас в процентах? Слушайте, я что-то тупить начинаю. 4% что ли? Ну, не так мало, ладно. Подождите. Ну, короче, сами посчитайте, ладно. Вообще, он меня тоже устраивает. Правда, у него температура крайне высокая, но почитал то, что критические температуры для этого Родиона, в общем, он еще до них не дошел. Дальше. Вот. Хази. Нравится мне этот ноутбук, если честно. И по охлаждению его 58 градусов. Он показывает. И по мегахешам, по доходам. Напомню, у него 20-70 видеокарты. И как все пишут, то, что 34 это крайне мало. Ну, типа 40-42 должно быть, не знаю. И самый ноутбук, который мне не нравится, который орет, ну, точнее, я включил кулер-буст, потому что у него температура сразу под 80. Мне приходится вот эти звуки выслушивать в коридоре. Он показывает... 26. Он тоже неплохо. А, кстати, 26, да? 26, тут RTX 2060, и он показывает меньше, чем GTX 1660 Ti. Как он такое? В общем, такие буки я не рекомендую. Ну, на этом все. Кота вам еще покажу. И будем прощаться. Если будут какие-то вопросы... Подписывайтесь, ребят, на канал. Я действительно пока согласен, не самые информативные, интересные ролики, но... Я постараюсь вкладываться в контент, буду что-нибудь интересного делать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, ну, все знаете. Все, bye.